Добрый день тем, кто проводит это «Утро среды» в компании «Финам.ФМ». У нас, как обычно, программа на своем поле. Сегодня мы говорим о развитии российского автоспорта. У нас в гостях человек, которого, наверное, каждый, кто интересуется автоспортом, международными соревнованиями мировой серии «Рено», видел на экранах телевизоров, знает этого человека, Даниил Маве. Вы, в общем, помимо всего прочего, спортивного еще и бизнесмена. У вас собственный бизнес, насколько я понимаю, тоже связан с автоспортом. В общем, вы сочетаете в себе все качества современного делового человека. И занимаетесь спортом, и занимаетесь бизнесом. Я так понимаю, что это две ипостаси, которые идут у вас параллельно. Или у вас есть какие-то предпочтения? Сначала вы спортсмен, потом вы бизнесмен. Конечно, в первую очередь спортсмен, потому что, скажем, бизнес – это такая больше, с одной стороны, необходимость с точки зрения того, что не мешало бы все-таки семью кормить, а во-вторых, все-таки спорт, наверное, когда-то закончится. И даже в-третьих, я бы сказал, что хочется все-таки какой-то вклад в развитие российского автоспорта сделать, потому что автоспорт развивается такими, скажем, семимильными шагами. И, в принципе, любое действие, направленное на созидание, оно очень получает хорошую и поддержку, и в итоге дает хороший результат. Ну, мы сейчас заговорили с вами о вас, в первую очередь, как о спортсмене, и совсем недавно, вот просто лично я на ленте новостей увидела сообщение о том, что вы подписали контракт с новой командой, что вы, в общем, идете, так скажем, на повышение. Расскажите о том, что вы ждете от нынешнего сезона, о ваших напарнях в команде, как вы туда попали, в общем, все, что касается ближайших спортивных перспектив. Сейчас активно готовимся, сейчас началась тестовая программа. То есть у нас такой чемпионат, чтобы ограничить финансовые затраты у партнеров, у спонсоров, у самих, скажем, команд, количество тестов ограничено. И вот сейчас как раз эти ограниченные тесты предсезонные пошли, все команды готовятся, пилоты готовятся, каждый работает по своей программе. Пока все начинается очень неплохо, мы, скажем так, не цеплялись бы в эту историю, если бы не мечтали о каких-то высоких результатах и победах. Поэтому, конечно, цели самые высокие. Надеюсь, что мы знаем, что делать, и делаем все правильно для того, чтобы иметь возможность побороться. Хотя, конечно, надо не забывать, что это самый высоко такой конкурентный чемпионат молодежный. И просто так пройти мимо не получится. То есть, в принципе, обычно в сезоне, там, в 17 гонках бывает, там, 12-15 победителей разных, поэтому... Но раз задача стоит, я наверняка предполагаю, что пару-тройку, а может быть, и пяток подиумов вы для себя запланировали так, не заглядывая вперед сильно. Конечно, конечно. Ну, здесь вопрос даже, знаете, как... Невозможно это спланировать. Мне хорошую историю папа рассказывал, как Костя Дзю после боя очередного, который он выиграл, задали вопрос, что вот ты, наверное, планируешь... Какие планы дальше? Что дальше? Он говорит, вы знаете, это так сложно, это так больно. Я сейчас ничего не планирую. Просто, действительно, я думаю, что здесь, как в любом профессиональном спорте, задача – это вот следующий шаг. Что дальше? То есть, сейчас подготовка, дальше первая гонка. И вот в каждом заезде надо сделать максимум, надо попробовать выкрутить то, что позволяет тебе сегодняшняя ситуация. Ну, поэтому мы вас так долго пытались найти, потому что у вас тестовые заезды, потому что у вас проба, что называется, пера. И я так понимаю, что график очень-очень-очень плотный. Ну, график действительно плотный. Связано в том числе и с тем, что все-таки пытаемся наладить разные процессы. Да, сейчас очень серьезная программа стартовала, СМП-рейсинг. И всячески, я говорю, то есть, где мне говорят, что я нужен, я обязательно стараюсь помочь и быть рядом. Поэтому, да, действительно, конечно, сейчас все плотно. Но это занимает у вас много сил и наверняка приносит много отдачи. Потому как даже если вы выходите на старт и не завершаете его подиумом, какую-то очередную гонку, тем не менее, наверняка, какие-то либо выводы делаются, либо какой-то опыт приобретается, который помогает вам уже в дальнейшем выходить более уверенным спортсменом и уже, может быть, числиться в рамке фаворитов. Хорошо очень инженер мой говорит, он говорит, что нет плохих дней. То есть, может быть, плохой результат, это хорошая новость, потому что ты можешь сделать выводы, почему и двигаться дальше. А вы оптимист, Данил? Ну, наверное, конечно. А как вы вообще подписали этот контракт? Насколько сложно было вам решиться на этот шаг, на переход в новую команду? Или вы, в общем, его ждали и рассматривали, может быть, предложения других и предпочли именно с Комтеком? Были разные предложения, конечно же, практически во все команды. Но сложный выбор, продиктованный разными причинами. И в том числе тем, что все-таки я хотел работать с этим инженером. Посмотрим, как пойдет. Еще раз говорю, что сейчас зарекаться не хочется, но я думаю, что должно быть. Но команда называется не Компатек, а СМП Рейсинг. СМП. Байк Комтек. То есть здесь именно, я еще раз говорю, большая программа. Машины у нас раскрашены в российский флаг. Все это при поддержке Российской Автомобильной Федерации. Данила, вот скажите мне, как человеку, который наблюдает за тем, что происходит в мире автоспорта, ну, скажем так, изредка. Отчасти, когда наши гонщики выигрывают какие-то большие соревнования, либо это какие-то действительно уже распиаренные имена. Но их не так много. Насколько российскому автогонщику легко засветиться в мировых сериях? Насколько конкурентоспособны мы на европейском спортивном уровне? Или пока вы в числе немногих, кто пробивает дорогу нашим там? Знаете, еще год-два назад я бы сказал, что, к сожалению, пока я один из немногих, но ситуация меняется так быстро, настолько прогрессивно и положительно, что появляются новые и новые имена. И хоть пока, да нет, может быть, я даже сказал, в этом году уже достаточно неслабое представительство россиян на мировой арене. А что самое главное, практически все очень талантливые ребята, то есть действительно могут показывать результаты, имеются проблемы, проблемы в основном связаны с тем, что все-таки рынок новый и дефицит менеджмента, дефицит опыта, да, то есть все-таки мы немножко как чужаки туда включаемся, но еще раз говорю, что все более и более грамотные шаги совершаются, все больше и больше побед, подиумов у россиян. И, конечно, это сложный спорт, требующий больших финансов. Это в первую очередь, наверное. Да, но при этом я могу сказать, что все-таки, как говорится, какой русский не любит быстрой езды, видно, что все-таки есть здесь что-то в крови, и ребята реально могут претендовать на высокие места и часто очень удивляют местных тренеров, менеджеров. Люди говорят, вау, а этот откуда? А это тоже наш русский парень. Да, а его нигде не было, нет, он вот только начал, говорит, ничего себе. Здорово. А вы с русскими ребятами конкуренты или все-таки вы подставляете друг другу плечо и в каких-то моментах помогаете, может быть, какие-то технические обсуждаете новшества в ваших командах, или вы только на уровне конкурентов в одной гоночной серии? Вы знаете, мне нравится вот вообще баланс, который в автоспорте соблюдается, я думаю, что и в других видах спорта достаточно неплохо. Связано это с тем, что техническими, конечно, данными никто меняться не будет, никто не будет открывать ничего, и все достаточно так закрыто. Это настоящая война, скажем так, когда это касается трассы, гонок и так далее. Но при этом мы можем совершенно спокойно совместный перелет совершить или взять машину в аренду вместе, чтобы сэкономить денег, я не знаю, и отлично общаемся, отменили тесты, поехали вместе погуляли. Ну, то есть что-то такое, мне кажется, очень хорошая атмосфера, которая изначально, может быть, несколько лет назад создавалась не очень правильной, но как-то вот так вот мы ребятами все собрались, понимаем прекрасно, насколько это сложно. Мы, я думаю, уважаем друг друга и поддерживаем, поэтому здесь, конечно, можно расстроиться за себя, но всегда порадоваться за твоего соотечественника. Но, тем не менее, наверное, принцип о том, что на трассе друзей не бывает и там соотечественников и земляков, но за пределами, наверное, этот принцип соблюдается. Конечно, но это все нормально понимают, то есть если только что ты где-то там очень агрессивно себя повел на трассе и там даже вытолкнул и так далее, то человек может это запомнить, положить на полочку. А потом вспомнить. Найти момент, когда вернуть, но выйдя с трассы будут улыбаться, обниматься и там, ну, в зависимости от уже личных человеческих отношений, у кого, кому больше приязни или не приязни. Ну, как мне кажется, любому гонщику, ну, впрочем, наверное, любому спортсмену легче, когда за него переживают, болеют, когда есть какая-то поддержка извне, что называется. Но, тем не менее, не так часто и не так много на российском, в частности, телевидении уделяется внимание автоспорту и вашей гоночной серии в частности. Да, Формула-1 сейчас показывается. Что касается Рено, то, к сожалению, не так. Вот без этой поддержки, без этой помощи вам сложнее или вам хватает того рейтинга телетрансляции и тех немногочисленных сюжетов, которые появляются? Вы знаете, во-первых, я бы не назвал их немногочисленными. Все-таки достаточно много освещения сейчас идет. Это смотря с чем сравнивать. Ну, да. И, то есть, ну, во-первых, канал Евроспорт показывает в прямом эфире все гонки и очень часто на канале Россия идет освещение и в новостях показывают. Ну, то есть, как-то, особенно, если есть результаты, тогда тем более. И такой момент, что, вы знаете, ну, в Европу ездят россияне болеть. То есть, есть какая-то группа фанатов, которые, как, например, футбольные болельщики за клубом следуют по городам и, соответственно, по разным этапам ездят за вами ваши фанаты? Да, да, да. Все чаще и чаще можно встретить российские флаги на трибунах. И особенно, я никогда не думал, что эта поддержка настолько важна. То есть, как ты чувствуешь, да, что вот есть люди, ты знаешь, что за тебя переживают и, ну, там, ты в любом случае стараешься так, как можешь. Но в прошлом году впервые прошла гонка в России, поскольку чемпионат у нас такой международный, вот был этап в России впервые на действительно хорошей трассе, действительно, там было все очень ярко, 85 тысяч зрителей, в общем, все очень хорошо. И я впервые ощутил, что насколько действительно эта поддержка тебя вот как-то вдохновляет на какие-то новые возможности сверх того, чего ты ожидал, что ты можешь. Я напоминаю о том, что у нас в гостях российский автогонщик, наш представитель в мировой серии Рено Даниил Маве. Сейчас на Финам.ФМ новости. Мы вернемся к нашему интересному разговору буквально через 2-3 минуты. Оставайтесь вместе с нами. На Финам.ФМ программа «На своем поле». Мы продолжаем сегодня беседу. Даниил Маве у нас в гостях. Российский автогонщик, человек, который представляет Россию в автомобильном спорте. И мы с вами заговорили о том, какой будет у вас следующий сезон, о том, что у вас новый контракт, у вас новый договор. Но, тем не менее, как мне кажется, любой спортсмен, касаемо вашего вида спорта, все-таки мечтает о Формуле-1. Мечтаете? Да, конечно. С этим и связано выступление в том чемпионате, в котором я еду. То есть, ну, не только с этим. В первую очередь, конечно, мне вдохновляют те скорости, на которых мы перемещаемся. Те автомобили, да, то есть, это практически самые быстрые машины в мире. Но есть машины и побыстрее. Это Формула-1. И очень хочется попасть именно туда, соревноваться именно в Формуле-1. А перспективы? А перспективы? Насколько это реально осязаемо? Мы все тут, в общем, дружно смотрели за то ли выступлением, то ли мучением и страданием. Особенно в последнем сезоне Виталия Петрова. Теперь вот его не будет. Я бы так не назвал. Знаете, со всего мира 20 человек выступает в самом высокотехнологичном спорте. И говорить, что это мучение или страдание, человек работал, очень профессионально работал. Показывал хорошие результаты. Да, там машина в этом году, в прошлом смысле году, ему позволяла меньше, чем в позапрошлом. Но здесь, опять же, здесь у каждого свои цели. Просто мы привыкли, что вот первые и все, да. А он там, ну, они стали, например, первыми среди новых команд, да. То есть, ну, там свой какой-то, свои цели, свои зачеты. Хотя, конечно, опять же, я думаю, что у него так же, как у меня сейчас, у человека, который будет выступать в мировой серии, в перспективе мне хочется попасть в Формулу-1, потому что это более быстрая машина. Когда он ехал в Формуле-1 не на самой быстрой машине, конечно, ему, наверное, хотелось выступать в более сильной команде, бороться за более высокие места. Здесь действительно такой вопрос сложный, но Виталик очень достойно представлял страну. А когда будут перспективы, что мы за вас будем болеть? Вы, я понимаю, хотите, есть реальные шансы? Наверное, сезон 2, сколько вы себя отводите на то, чтобы туда попасть? Шансы действительно есть, они реальные. Моя задача сейчас показывает результат. И посмотрим, что из этого выйдет. То есть, менеджеры как-то уже по этому поводу с вами разговаривали? Ну, общение, оно идет, это уже несколько лет, и, само собой, контакты с Формулой-1 есть. Да, даже предложения иногда появляются просто. Очень важно тоже приходить правильно, наверное, да, и подготовленным правильно, и на правильную базу, и с правильной поддержкой, потому что поддержка в любом случае важна очень. То есть, сейчас для вас самое главное набраться опыта для того, чтобы прийти и не оказаться в числе аутсайдеров, а уже, в общем... Сейчас для меня самое главное уже бороться за результат, показывать результат. Я так понимаю, что, поговорив о перспективах, нельзя не упомянуть о том, с чего все начиналось. Я так думаю, что, скорее всего, это был карт? Ну, не совсем, вообще правильная программа, это когда лет там в 6-7-8 молодой парень садится на картинг, ездит где-то до 15 лет, потом пересаживается в Формулу и пошло-поехало. Нет, у меня было немножко по-другому. Я начал в 16 лет в прокатном картинге, тогда очень активно развивался прокатный картинг в стране, популяризация была, то есть какие-то хорошие призы на чемпионатах, и вот выиграл там обучение в Англии, в школе Формулы, и вот дальше... Начав в 16 лет заниматься картингом? Ну, это в прокатном картинге было, то есть, да, действительно, там выступали ребята, которые были там чемпионами России, большие и так далее, но... То есть у меня тогда и была такая ситуация, что говорили, а, ну это прокатчик, конечно, прокатные гонки, они другие, вот прокатный картинг – это другое. И у меня была тогда вот именно такая цель, было желание доказать, что нет, это действительно настоящие гонки, пусть это чуть более медленные машины, может быть, они чуть проще, но все равно это настоящие гонки. И затем вот, когда получилось прийти в большой спорт, вот была главная цель, то есть в какой-то момент пропало вот это вот клеймо-прокатчик, да, и я не тем, что горжусь, что клеймо пропало, а горжусь тем, что я доказал, что да, прокатные гонки – это тоже гонки. И сейчас действительно есть ребята, которые вот активно пытаются бьются, в том числе и через прокатный картинг, и борются на равных с лучшими спортсменами страны. А почему именно автоспорт? Почему, например, ни футбол, ни баскетбол, ни любой другой, там, хоккей? Откуда ваша любовь пошла к именно этому виду? Я шесть лет занимался футболом профессионально, и даже разные другие виды спорта пробовал. Вообще спорт сам по себе, мне кажется, это что-то такое, ну, я живу спортом, да. Просто автоспорт, когда впервые попробовал, случайно мне вот там дали прокатиться на профессиональном картинге, на машинке-то мне было лет, наверное, 11, в большом поле просто вот я смог там буквально нажать педаль газа один раз в одну сторону, и вот это состояние, когда она разгоняется, тебе уже страшно, а при этом настолько классно, что ты не хочешь отпустить эту педаль, нажимаешь еще, еще, и все, оно разово зацепляет, что называется, и дальше ты уже, то есть вот этого адреналина тебе просто его хочется. А помимо всего прочего, дальше я еще и узнал, что, как в любом виде деятельности и в спорте, тем более, ты должен быть максимально критичен к себе, да, и вот как бы если хочешь развиваться, ты должен все время себя спрашивать, а в автоспорте это сложнее всего. То есть так же, как в жизни, есть миллион оправданий, нету денег, плохая машина, плохая резина, инженер плохой, не знаю, не повезло, все что угодно, да, то есть если в других видах спорта ты все-таки можешь чуть меньше оправдываться, то здесь вот у тебя прям совсем сложная ситуация, здесь ты еще зависишь от многих других факторов, и финансы, и политика, и все-все-все-все, и мне очень интересно, любопытно. Наверное, это было самой сложно достижимой целью на тот момент. То есть вы привыкли ставить себе высокие цели, их добиваться и получать от процесса достижения удовольствия? Привык, наверное, неправильное слово, но просто вот захотелось так, не знаю, потому что автоспорта в стране не было, меня в автоспорте не было и так далее, а сейчас, ну, то есть, скажем так, то, что предвиделось, что действительно ситуация очень резко и сильно меняться будет, она действительно меняется. Но на самом деле вот вы заложники, ребята, которые выступают в автоспорте, заложники, действительно, работа инженеров, работы по подготовке машины, по тому, как оно укомплектовано, какие технические новшества, инновации появляются, ведь вы не можете рассчитывать только на себя. Вышел футболист, и в зависимости от того, как он подготовился, как он провел там ночь накануне, где он был, что он делал, пил ли он что-то или нет, от этого зависит его выступление. У вас так нельзя. Если у вас не готова машина, то это не может не служить оправданием, она действительно не готова. Я бы сказал все-таки, что, и как раз пример с футболом вы тоже привели, вот, хорошая параллель, что и в футболе нету такого, что ты выйдешь, и вот ты сам настроился и все сделаешь. Ты можешь действительно сотворить, наверное, на поле какие-то чудеса, но если ты соревнуешься на самом верху, да, с самыми высокими профессионалами, то ты один против одиннадцати соперников ничего не сделаешь. Здесь командная игра совершенно, да, и очень важно, чтобы была именно команда. Даже ты можешь быть каждый, вот, мы не раз видели ситуацию, когда собирают лучших игроков вместе, да, но они не играют. Это командная игра. Так же и здесь с инженером, то есть ты можешь прийти к лучшему инженеру и быть лучшим пилотом, но оно может не работать. Это именно командная игра, именно хороший пример от Михаэля Шумахера. Его особенность заключается не в том, что он самый невероятно быстрый гонщик, что тоже факт, он один из самых, да, талантливых и быстрых пилотов, но столько раз выиграть он смог именно благодаря тому, что собрал правильных людей вокруг, правильную ситуацию его, там, любили, за него боролись, да, он там, когда ребята работали в середине дня, он срывался, быстренько там привозил пиццу, то есть, ну, какие-то такие, да, вещи, которые дают в итоге результаты. Бывает действительно, что не самый талантливый инженер и не самый талантливый пилот выигрывают гонки именно потому, что усердно вместе командно работают. Вы можете похвалиться тем, что у вас есть хорошая команда, и те, кто стоит рядом с вами, перед вами, за спиной, рядом с плечом, они за вами в огонь и в воду и сделают все для того, чтобы ваша команда в итоге привела вас к победе? В сравнении с Формулой-1 здесь, наверное, немножечко сложнее, потому что у нас там выступающих вот в чемпионате в молодежном, скажем, времени не очень на это есть, то есть, когда ты приходишь в Формулу-1, ты можешь сколачивать, у команды могут быть планы, сезоны и так далее. Здесь все-таки требуется сразу результат, поэтому, конечно, самая идеальная ситуация – это попасть... То есть, все пилоты, выступающие в этом чемпионате, это ребята-победители чего-либо, и это те ребята, которые могут выиграть чемпионат. Практически все команды могут выиграть чемпионат. Поэтому здесь вот очень важно, чтобы сыграла вот эта ситуация, когда пилоты-инженеры друг с другом просто вот совпали, да. Сейчас просто рано зарекаться, я не хочу каких-то делать прогнозов, предпочитаю просто посмотреть на результаты и как будет. Думаю, что у нас потенциально есть все для того, чтобы бороться за высокие места. Если отвлеченно посмотреть на себя со стороны, вот вы видите выступающего на трассе в каком-то, я не знаю, на любом этапе Данила Маве. Какие основные сильные черты вы про него могли бы сказать, вот отметить, да, сильные стороны? Сложно как-то говорить про себя. Ну, интересно просто, вы же наверняка себя оцениваете, вы знаете, что вот это я делаю хорошо, а вот это, к сожалению, у меня еще не очень получается, я должен это отработать. Вот за счет чего, скажем так, не заглядывая опять-таки вперед и сильно в будущее, вы могли бы попретендовать на титул фаворита? Я бы сказал так, наверное, учитывая, что и с российскими ребятами мы боремся в чемпионате, о сильных и слабых сторонах говорить, наверное, было бы не очень правильно, у каждого свои секреты. Но я считаю, что по-настоящему сильный гонщик – это тот, кто в первую очередь максимально самокритичен, это тот, кто максимально оперативно выполняет то, что надо, агрессивен и мотивирован, очень высоко мотивирован и технически грамотен. Я думаю, что вот это по-настоящему сильный пилот. У вас есть такое понятие, как тренер, да, как наставничек, который смотрит, как вы тренируетесь, готовитесь или вы сами себя оцениваете? Кто для вас главный критик? – К сожалению, у меня не было никогда таких вот возможностей финансовых, там, привлечь тренера или менеджера и так далее, приходилось заниматься самому, но так или иначе удавалось как-то добиться того, что, например, напарник по команде в этом году у меня, он может позволить себе тренера и очень известный такой Роберто Пупо Морено, начало 90-х годов он выступал в Формуле-1, как раз на его место посадили Михаэля Шумахера, вот, ну, такой уникальный человек, очень интересный, и он работает с моим напарником по команде. У меня вот с Роберто очень хорошее отношение, он все-таки мне как-то подсказывает так и… – Опосредованное тренерство присутствует. – Вот, да, ну, то есть он помогает, мы все понимаем, я пытаюсь помочь напарнику по команде, чтобы он как можно быстрее ехал, потому что если он едет быстро, он будет подгонять меня, когда мы все-таки на более-менее одинаковой машине. Если я еду быстро, то он будет подтягиваться, поэтому, в принципе, общие интересы у нас, я стараюсь это как-то пропагандировать в команде, и, ну, Роберто помогает, хотя так достаточно жестко. Он говорит, будешь меня слушать? Вот, тебе интересно? Я тебе сказал, вот так. Все, то есть здесь церемонится, никто не будет искать возможности, чтобы я все-таки его услышал. Хочешь делать? Делай. – Я напомню о том, что у нас идет программа на своем поле, у нас есть возможность для наших слушателей написать свои комментарии на сайт программы «Феном.ФМ» на страничку программы «На своем поле». Если есть вопросы, комментарии, милости просим. Мы сейчас прерываемся на минутку на новости, а дальше продолжим нашу беседу. Наши российские люди в мировом автоспорте. Сегодня тема программы «На своем поле» развития российского автоспорта. У нас в гостях Даниил Мавеа, российский автогонщик, человек, которого, наверное, каждый хотя бы раз в жизни по телевизору-то видят и, надеюсь, что все-таки болеет. Даниил, мы с вами заговорили о том, что вы, конечно же, в первую очередь спортсмен, но, тем не менее, насколько я знаю, вы удачно сочетаете еще и какие-то свои бизнес-планы со спортивной карьерой. Вы же владелец карт-клуба. Владелец, наверное, неправильное слово. Я как-то партнер, один из партнеров, да. И много это времени у вас занимает? Вот в каком ранге вы там присутствуете? Ну, наверное, больше как консультант, будет правильно сказать. То есть изначально, конечно, то есть старался участвовать активно в построении бизнеса, да, именно, скажем, опять же, ну, больше таких идей того, как это должно, вот какое направление иметь, да, глобально. Очень активно участвовал, да, в построении. И сейчас меньше времени и возможностей в этом участвовать. У нас очень хорошая команда, ребята делают очень хорошо свою работу. И я, скажем так, участвую больше вот как консультант, что лучше задать это направление или это. Вы даете имя, скажем так, проекта, может быть? Ну, имя в том числе, да, какой-то там, я стараюсь привлекать какую-то пиар-историю, да. То есть мы привозили Джан-Карло Физикеллу в прошлом году на открытие, на гонку звезд у нас приезжали российские хорошие звезды. То есть, ну, вот какие-то такие вещи, да, стараемся подтягивать. То чемпиона мира по боксу привезем, он потренируется на картинге. Ну, что-то такое, то есть больше в этом направлении. Пиар какой-то такой, да? Какой-то пиар, да. Слушайте, я только сейчас поняла, ведь если по написанию по английскому ваша фамилия, это же будет от глагола to move, да, там, двигаться вперед? Да, да. То есть у вас на роду было предписано? Наверное, наверное. Англичане, по всякому случаю, в этом уверены. Уверены. Ну, собственно, нужно теперь только оправдывать. Да. А вот еще, готовясь к программе, прочитала, что поиском спонсоров, переговорами вы занимаетесь лично сами. Как у вас это происходит? Или эта информация неправильная? Нет, это правильно. Всегда, ну, скажем, почти всегда так было. У меня в какой-то момент там появились два года назад партнеры, которые мне частично помогали в поиске. с этого года, вот, ну, скажем так, наверное, опять же, не очень правильно сказать, что сам ищу, я вот оказался в программе, да, то есть, это там главное, что, наверное, нашел. Вот, а теперь уже мы как команда действуем, и это общее дело, то есть, ну, даже, скажем так, я опять же больше, наверное, как консультант уже выступаю, и моя задача сейчас именно показать результат. Слушайте, ну, это было изначально как? Вы отъездили какой-то этап, или вы завершили сезон, и тут же, положив пока отдыхать перчатки, побежали разговаривать со спонсорами. Мне кажется, что это совершенно вещи разного порядка. Каждый должен заниматься тем, чем он может заниматься, а вы, вместо того, чтобы отдыхать там, или набираться сил, или опыта, вы вдруг начинаете заниматься бизнесом и поиском финансовых средств. Автоспорт не дешев, приходится, я так понимаю, много искать. Ну, да, и были ситуации, когда ребята проезжали, мои соперники, там, полную подготовку предсезонную, и вот уже там в пятницу официальные тренировки, я в четверг только подписываю контракт с командой, потому что вчера в среду был, там, не знаю, в Питере, и подписал контракт с партнерами, и, там, в итоге выезжаешь в гонку и так далее, но, ну, можно сесть на кухне, рассказывать друзьям, каким я мог бы быть гонщиком и плакаться, да, или можно двигаться и как-то пытаться куда-то вперед. Ничего страшного, это реалии, которые, ну, вот оно вот так было, да, сейчас становится лучше. Слушайте, вы действительно человек движения, я думаю, что вы какой-нибудь элитный пилот уже каких-нибудь авиалиний, потому что столько, сколько вы рассказываете, где вы были, куда вы ездите, вы отдыхать-то успеваете? Не очень получается, к сожалению, такой вопрос, который волнует. Вообще хочется, конечно, как вот немножко побольше такого порядка в жизни, побольше времени с семьей проводить и так далее, но... Или семья теперь тоже за вами ездит? Вы уехали на гонку, и она за вами следом? Мне в свое время частично неслабо очень помогла мама, например, финансово. У нее были тогда возможности или какими-то связями, да, и она с тех пор всегда ездила на гонки. Вначале сама, потом у меня уже стали иногда появляться возможности, я ее там возил обязательно. Мама приезжает, садится вышивать вышивку и... Мама так расслабляется, когда сын несется по трассе с сумасшедшей скоростью? Я не понимаю, как она это смотрит, и никто не понимает, что это самый спокойный человек. Потому что когда видишь там, ну, родители, папы, например, да, они, конечно, в основном... В основном родители просто бегают и кричат, и что только не происходит. То есть прям... Не, мама очень спокойна. И папа у меня тоже достаточно спокойна, все вот... Чуть реже получается у него выбираться на гонки, но... Они вас критикуют, хвалят, поддерживают? Какая основная роль родителей, когда они приезжают с вами? Ну, поддерживают, критикуют, хвалят. В таком порядке? Да. Слушайте, ну, на самом деле, я восхищена мужеством вашей мамы, потому как вот на моем... На моей памяти был пример. В Лондоне фехтовали наши девочки, и поехала мама одной из реперисток. В общем, ее чуть ли не с сердечным приступом увезли. Хотя, собственно, просто она болела. Так она переживала за ребенка. А когда уж ребенок несется по трассе, опять-таки, возвращаясь, да, с сумасшедшей скоростью, то надо иметь адское терпение просто, адское. Она у вас молодец, так что ей наше уважение. Действительно, у нас вот в программе СМП Рейсинг есть молодые ребята, и у всех, конечно же, родители очень переживают. И этот вопрос отдельно обсуждался, что как все-таки дистанцировать немножко родителей от детей, потому что это очень сложный спорт, очень надо... Ну, очень важен результат, да, и вот как сделать так, чтобы все-таки шло минимальное вмешательство. Это почти невозможно. То есть это... Но вы, в свою очередь, переживаете за маму, которая переживает за вас. Да. Дом, который построился ей в этот случай. Ну, опять же, если при этом нету какой-то дерготни, то оно как бы немножко проще, потому что некоторым ребятам совсем сложно, когда родители просто... То есть они вмешиваются в процесс, они начинают рассказывать технические нюансы, как правильно ехать, как то, как все, когда, ну, ребята уже на этом уровне, например. Они уже сами знают. Уже знают гораздо больше, конечно. Ну, я так понимаю, что вы благодарны своей маме еще и за финансовую поддержку, да, вы об этом сказали. То есть, по большому счету, первым спонсором и первым человеком, который финансово у вас поверил и не побоялся вложить достаточно большую сумму денег. Автоспорт не бывает дешевым, не бывает бюджетным, да? То есть она первая была. Не совсем так, нет. А как? У меня было развитие такое, что вот я там в прокатном картинге вначале повыигрывал, получил обучение в Англии, там две гонки проехал. Приехал третьим, первым. И меня поддержал российский бизнесмен тогда, российский адвокат Михаил Самоль. Вот он мне помог в «Формуле Русь» развиваться, двигаться. После «Формулы Русь» там были следующие шаги и следующие. И потом просто были моменты, когда возникали ситуации, что вот приходишь к людям, говоришь, автоспорт – это интересно, мы можем в пять раз больше отдачи дать, рекламный, политический, такой. Ну, действительно, то есть у тебя на руках продукт, который очень интересен. Ты приходишь к людям, и люди говорят, слушай, ну, да, звучит классно, а факты где? А фактов просто не было, потому что не было в стране этого еще. И вот была ситуация, когда надо было как-то двинуться, и да, действительно, я там обзвонил друзей, кто сколько мог дал денег, да, какой-то частью там поучаствовала мама где-то. Ну, я говорю, то есть были разные-разные совершенно ситуации такие, то есть что вот так вот мама там взяла и закрыла там гоночный бюджет, да нет, у нас этих возможностей никогда не было. Потому что были ситуации, когда вот ты там все просто, последние шансы, надо что-то сделать, да, и вот там наскребаешь, где как можешь. Или там денег нашел, а лететь не на что. Да, и мама тоже как-то как могла помогала. Делаю выводы из вашего только что прозвучавшего монолога. А, вы очень везучий человек, потому что в любой момент вы можете найти недостающую сумму на билет, я так понимаю. И Б, вы человек, которого любят и помогают, которому очень повезло в жизни с друзьями. Надеюсь, главное, чтобы они были не разочарованы. Главное, чтобы я тоже мог отвечать взаимностью. Данил, а скажите мне, первопроходцам быть скорее интересно, чем сложно, или скорее сложно, чем интересно? Чем сложнее, тем интереснее. То есть вы русский человек, вы сначала создаете себе трудности, потом мужественно их преодолеваете. Наверное, но я честно скажу, там их хватает так, этих трудностей, что лучше бы не создавать еще дополнительных. Но вы как научились их решать, я смотрю, у вас вот это хорошо получается. Вы с оптимизмом смотрите, есть какая-то проблема, вы ее решаете, вы не сидите сложа руки. Нужно расти дальше, вы ищете новые контракты, нужно искать финансирование по первому своему этапу. Вы вместо того, чтобы сидеть и плакаться, как вы сами говорите, вы идете и звоните друзьям. Ну, друзьям в последнюю очередь, это опять же, когда ты понимаешь, что это сработает именно на уровне тех объемов, которые были, когда кто-то дал 100 долларов, кто-то 500 долларов. То есть, ну, вот на таком уровне. И именно когда ты звонишь и говоришь, ребят, я не верну эти деньги, потому что просто я вот сейчас звоню всем. Вот. А нет, в основном, конечно, все равно это какая-то поддержка крупных структур, просто частных лиц и так далее. Была раньше. Сейчас все больше и больше компаний глобальных приходит, я говорю, и действительно автоспорт просто поднимается семимильными шагами. Ну, это действительно сейчас легче вот этот процесс поиска спонсоров, поисков партнеров, поисков какого-то финансирования? Или все равно тяжело, просто есть какие-то уже, что называется, вашими же словами, факты, которые позволяют предъявить, сказать, вот так может быть? Легко, я думаю, нигде не бывает, ни в каком бизнесе. А мы говорим о самом высоком, скоростном и самом дорогом спорте. И мы говорим про Формулу-1, да, то есть куда почти нереально попасть никому, ни партнерам, ни спонсорам, ни... Ну, то есть туда реально очень сложно, в принципе, пролезть. Поэтому, конечно, сложностей очень много, но все решаемо. То есть я уверен, что перспективы хорошие, и я не сомневаюсь в том, что российские пилоты будут в Формуле-1, и российский этап будет, и оно, опять же, поддерживается на самом высоком уровне, поэтому... А смотрели, как выглядит сейчас Олимпийская трасса в Сочи, или не представляете, в каком она состоянии? Что там есть? Подробностей, в каком именно сейчас состоянии, не знаю, и я все-таки, слава богу, не строитель, хотя бы не больше, чем несколько месяцев за последние пару лет, когда мы картодром строили. Я знаю, что там все двигается, то есть вот по моей информации со всех сторон, что там все двигается, и решение принято, и все будет, и, в общем, все делается как надо. А было бы здорово, если бы вы стартовали на этой трассе? Такая цель имеется, конечно. Было бы здорово. А есть наверняка же пилот, имя которого вы произносите с пиететом, уважением, может, при дыхании, именно формульный? Не один такой пилот, потому что действительно люди супер подготовлены и сейчас, и раньше. То есть мы говорим об элите мирового автоспорта, и когда мы говорим про Формулу-1, там практически нет пилотов, которые, про которых можно сказать, а, ну, это так. То есть там все ребята великие, просто прям величайшие. Чей стиль вам больше импонирует? Я бы сказал агрессивность Хэмилтона, продуманность и грамотность такая Баттона. Наверное, такая эгоизм Алонсо. Ну, в общем, я думаю, что можно собирательный образ брать. Хотя, опять же, я говорю, в последнее время вот такие люди, как Баттон Алонсо и Хэмилтон, и, я не знаю, Райканин, можно продолжать перечислять всех остальных пилотов, Хюлькинберг из других молодых, Диреста, они все практически готовы полностью чемпионский пакет. Я вот как влюбилась в свое время в Айртона Сену, не могу его разлюбить. Смотрю его с удовольствием в Формулу, болею за кого-то кто-то, мне нравится, кому-то хочется больше пожелать победу, но все равно большего, мне кажется, таланта, чем Сену найти сложно. Я не права? Ну, это вот просто мое впечатление. Люблю его вот беззарега. Мне кажется, просто все, что связано с Айртоном Сеной, было пропитано такой прям совсем романтикой. Ну, может быть. Я думаю, что это должно цеплять. Мы же девочки, нам позволено. Талант, талант, опять же, есть ребята, я думаю, не менее талантливые были, Сену сочетал в себе как-то вот для того времени, наверное, что-то такое самое, что-то необыкновенное. Ну, безусловно, он один из нескольких, а может быть и единственный, как вы правильно говорите. Сложно оценивать, я могу только по видеозаписям оценивать, я от тех времен даже и не помню. У нас в гостях Данил Маве, российский автогонщик, наш представитель мировой серии Рено. На своем поле у нас программа на Финам.фм. Мы продолжим беседу буквально через несколько минут. У нас сейчас новости. Сегодня мы обсуждаем развитие российского автоспорта. В гостях у нас Данил Маве, человек, который уверен, что российский автоспорт когда-то загремит славой не менее, чем сейчас, наверное, говорят о немецком автоспорте, если говорят про Михаила Шумахера. Да, я так понимаю, да, Данил? Если у вас есть свои комментарии, вы можете оставлять их на сайте Финам.фм, на страничке программы на своем поле. Я с удовольствием слушаю ваши рассуждения про Формулу-1 и слушаю ваш омтимизм по этому поводу. Но, тем не менее, мне как-то кажется, что все равно, несмотря на подъем, несмотря на прекрасные возможности, не так, может быть, быстро развивается, как хотелось бы автоспорт. Хочется всегда большего, но действительно, знаете, я там разговаривал 3-5 лет назад с людьми, да, разговариваешь, и говоришь, что рынок пустой, надо его занимать, и здесь перспективы. И ты рассказываешь, ну, так, как ты видишь вот со своей, наверное, там, с юношеским максимализмом, я не знаю, да, с мечтами. Ты говоришь, ну, стараешься быть реалистом, но, наверное, все равно как-то вот говоришь о том, какие большие вещи будут происходить. И очень приятно видеть, именно вот мне приятно видеть, что спустя какое-то время оно действительно происходит именно так ярко, именно так быстро, и развитие очень серьезное. А нет у вас какой-то профессиональной, может быть, ревности, а может быть, зависти от того, что на государственном уровне идет поддержка самых разных видов спорта, что, ну, притча во языцах, да, у нас футбол во главе угла, при этом вид спорта, где у нас есть хорошие перспективы, где есть талантливые ребята, он, в общем, не получает того должного, может быть, бюджетного финансирования, который мог бы получить и принести потом уже и отдачу. Ну, во-первых, я думаю, что талантов в нашей стране хватает во многих видах деятельности и спорта, да, поэтому я не считаю, что только автоспорт обязательно должен быть поддержан, а другие все спорты себя уже и так нормально ощущают. Я думаю, что есть ни один вид деятельности, где не мешало бы ей больше тоже поддержки, но то, что касается автоспорта, я как раз вам сказал, что совместно с Российской Автомобильной Федерацией, СМП Рейсинг, это большая такая национальная история, и она в себе объединила уже ни одну команду и ни одного пилота, ну, наверное, самых лучших российских гонщиков и менеджеров и так далее. То есть, я думаю, что достаточно ярко в этом году все будет, и это только начало именно российской национальной такой вот истории, которая, на мой взгляд, все-таки, когда вы говорите про бюджетное финансирование, я бы не делал акцент на бюджетном финансировании, потому что бюджетные деньги – это такие, да, какие-то вот больше пришедшие деньги откуда-то и ушедшие чаще всего, может быть, никуда. Я бы говорил об этом как о бизнесе, да, то есть, здесь нужна такая вот поддержка государственная, которая сейчас, я говорю, опять же, имеется, Российская Автомобильная Федерация и так далее, но здесь должен участвовать бизнес, потому что это очень интересная сама по себе бизнес-структура, автоспорт, да, здесь очень большие плюсы, как VIP-клуба, так и самой рекламы, да, то есть, она самая освещаемая, самая эффективная, там, много-много-много плюсов всяких. Я это говорю не потому, что люблю автоспорт, это такие факты, да. Сейчас вы говорите как бизнесмен. Вот, ну, да, у меня есть факты, вот, поэтому я думаю, что здесь надо как раз активно при поддержке государства и бизнеса развивать эту историю, как оно сейчас, в принципе, и делается. Про хороших гонщиков и про хороших пилотов мы уже все с вами выяснили, они есть, есть молодые, есть перспективные, но у каждого гонщика должен быть хороший менеджер, человек, который понимает суть этого бизнеса. Как вопрос обстоит с этим, потому как, ну, опять-таки на слуху только Оксана Косаченко. С этим сложно в стране, потому что действительно буквально несколько человек в стране понимают вообще, что происходит и могут этим заниматься. И там, мне в том числе приходилось набивать шишки, бывали моменты, мне казалось, что вот все, теперь я все понимаю и натыкался на какие-то проблемы, приходят новые ребята с новыми менеджерами, и они допускают те же самые ошибки, причем ты реально даже разговариваешь там с человеком, говоришь, слушай, мне ничего тебе не надо, ни денег, ничего, послушай, вот так не делай, делай так. Все равно люди делают те же ошибки, все равно идут в те же проблемы, теряются большие деньги, теряются таланты, теряются время. В общем, в этом смысле очень обидно и сложно. Но опять же, автоспорт развивается, появляются люди, которые понимают, к сожалению, как часто бывает, появляются люди, которые понимают в каком-то другом бизнесе и думают, что сейчас здесь тоже очень быстро разберутся, что здесь вот там денег дал, здесь получил, то есть ну как бы да, нормальная стандартная бизнес-модель. Здесь все-таки все достаточно сложно и, ну, как и в любом виде делится, я имею в виду, что просто здесь по-другому. Но вы опять заглядывая далеко-далеко вперед, видите себя потом уже по завершении карьеры в качестве менеджера, в качестве человека, который, может быть, будет заниматься пиаром определенной команды. У нас же помимо гонщиков есть еще Маруся, команда, которая представлена в Формуле-1. И не по завершении карьеры вижу, потому что я сейчас очень активно занимаюсь всей этой историей и связанной со мной, и связанной с ребятами молодыми, которые у нас участвуют в программе. То есть, как мне кажется, одно другому не мешает. Единственное, что оперативной деятельности хотелось бы немножко поменьше, вроде получается как раз сейчас ее снизить количество. Когда вы все успеваете, Данил, скажите мне. Мне кажется, вы спите сколько? Два часа в день? Нет, нет, я не имею права спать два часа в день, потому что на первом месте приоритетом стоят спортивные результаты. У тебя, конечно, бывают ситуации, когда там не успеваешь в спортзал, еще что-то. И вот это то, чего нельзя допускать. Может быть, тоже дополнительно какая-то, все равно мотивация. Ты чувствуешь, что ты чего-то не доделал, начинаешь работать еще активнее. Я имею в виду с точки зрения спорта. Спорт все равно в главе угла, и я не беру на себя каких-то историй, которые не могу просто потянуть, если я понимаю, что спорт от этого пострадает. От чего вы заряжаетесь? Откуда у вас столько энергии? Она у вас изначально от природы, от мам с папой? Или вот есть какой-то способ ее восполнить? Потому как только энергичное продвижение вперед, мне кажется, позволяет успевать и на бизнес-поприще, и на спортивном, и на тренерском, и на поприще-менеджера. У вас, в общем, апостаси-то? Ну, во-первых, я, с одной стороны, чувствую, что немножко живу взаймы наперед. Я чувствую, что понадобится отдых. Но, с другой стороны, если честно говорить, то... А кто сказал, что она ограничена этой энергией? Да, ну, то есть мы сами, мне кажется, свои рамки создаем. Если можешь двигаться, двигайся, в чем проблема. Вы не устали от такого образа жизни? Вам не хочется как-то определиться? Или у вас хватает и желания, и энергии, и сил для того, чтобы пробовать себя в совершенно разных сферах и отраслях? Хватает энергии. Единственное, что, опять же, когда мы говорим про спорт, да, то ты должен на сто процентов отдаться именно спорту. Все то, что есть и чего нету. Вот. Поэтому все-таки некоторые приоритеты приходится в жизни расставлять. Я говорю, приходится некоторые вопросы отодвигать. Ты иногда смотришь на какую-то область, там, не знаю, бизнес или что-что-то, да, ты думаешь, да, здесь реально можно сделать лучше. Ты понимаешь, как, но просто понимаешь, что, ну, всего не охватить, да, и стараешься, может быть, привлечь как можно более хороших профессионалов, что, кстати, достаточно непросто, действительно, мне кажется, кадровый вопрос, это очень большая такая история. И, ну, просто доверяешь им, да, наверное, что-то у людей получается, что-то не всегда, но в итоге. А когда начинается сезон, все остальные дела отходят на задний план? Вы занимаетесь только спортом, только собой, только машины, только разговорами с инженером и с напарником? Или все равно вы попутно успеваете, как небезызвестный Гаюли Цезарь, всеми руками орудовать? Приходится, все равно заниматься всем пока что, но посмотрим, я думаю, что ситуация поменяется, потому что есть приоритет. Спорт? Да. Вы начинаете уже, я так понимаю, активную подготовку, да, у вас-то, собственно, до апреля остается совсем немножко времени. Вы не слишком часто бываете в Москве, да, вы все время где-то в разъездах, в перелетах? В основном, да, часто бываю, не в Москве, в связи с подготовкой, в связи, может быть, с какими-то, опять же, переговорами бывает, но... Вы такой человек мира, вас можно найти в любой точке планеты? Да нет, почему в любой? Я как раз в этом смысле, в сравнении с другими ребятами, мне кажется, некоторые побольше перемещаются, они там спокойно... Вообще, ну, в основном ребят, с которыми я соревнуюсь, они живут просто там и перемещаются с одного места на другое. Как вы позволяете себе отдохнуть? Мне очень интересен этот вопрос, потому что мы все время говорим про то, как вы работаете. Отдохнуть... Как любой нормальный человек, наверное. Задумался. Да, я просто задумался, когда я в последний раз отдыхал. А давайте вспомним, когда это было? Вообще в январе, кстати. Опять задумался. Я съездил в январе, отдохнул на 10 дней. Первый раз лет за 5 отдохнул реально вот такой... Морюшка. Да, да. Ну, немножко там приходилось поработать, ну, так, совсем чуть-чуть. Был, наверное, первый такой более-менее полноценный отдых. Вот, а так, нет, ну, все равно стараюсь как-то отключаться, я не знаю... Вообще, когда я туда вылетаю на гонки, на тесты, я больше, больше, мне кажется, отдыхаю как будто... Ну, я имею в виду, что когда ты занимаешься совсем любимым делом, да, и вот как-то оно все воодушевляет, и хоть это и большая физическая нагрузка, но она какая-то такая вот очень приятная. Приходишь вечером в отель, падаешь, с утра опять встаешь, идешь. Телевизор, какой-то там просмотр телевизионных трансляций, поход на футбол, на какого-нибудь ноу-камп, например, или... Сходить куда-то очень редко удается, к сожалению, но я очень люблю, например, там, игра мафии есть, да, такая, мне очень нравится, караоке люблю, в кино сходить куда-нибудь. То есть вполне себе живой человек с живыми интересами, а не только... Конечно, не, мне кажется, в первую очередь это самое главное, все остальное тоже такие игрушки и там какие-то амбиции, наверное. А не соревнования по автоспорту смотрите? Соревнования, в смысле, не по автоспорту, другие какие-то? Да, не по автоспорту, да, я не знаю, баскетбол, все что угодно, плавание, вот сейчас чемпионат мира по биатлону, по лыжным гонкам, что-то. Люблю, люблю, я люблю вообще спорт, говорю, был такой момент, хороший пример для меня, кубок Кремля, ну, по теннису, я никогда не понимал вообще, то есть мне казалось, что теннис неинтересно. Ну, как все говорят, мячик налево, мячик направо. Ну, или как про футболистов говорили, 22 мужика бегают за мячом. Миллиардера. Вот, в итоге приехал на большой теннис, со мной рядом сидел человек, профессионал, который мне стал объяснять, что вот здесь так, там так, и как только я разобрался, ну, как-то, да, как дилетант в этом вопросе, мне стало очень интересно, я с большим удовольствием смотрю теннис. Захватило. Да, и вот так я понял, что, в принципе, любой вид деятельности. В лагере, я помню, я приобщал всех к Формуле-1, мне говорят, что-то смотришь, что-то глупо, там по кругу ездят, что-то. Знаешь, людям рассказывают, здесь нюансы, там нюансы. Хороший такой пример, мне просто сказали, слушай, ну, если столько людей этим занимается, наверное, здесь в этом что-то есть, да. Когда мы говорим про виды спорта, любые они очень интересны. Вы спортсмен в душе, да, когда есть желание идти вперед, стремиться развиваться и побеждать? Нет, есть человек, который меня много лет уже поддерживал, я так смотрю на него, большим, скажем, пиететом, уважением, мне нравится, что он вообще очень, вот мы какие-нибудь переговоры проводим, встречи, и он даже не столько его интересует сам бизнес, сколько, он говорит, а вы чем занимаетесь? Человек рассказывает, не знаю, там, я змеи развожу, да, и он говорит, как змеи развожу, что, как? Начинает сразу интересоваться, и он очень, я вижу, что он голодный именно вот, так вот, поедает вот эту всю информацию, ему интересно, а как там происходит, а какие нюансы, то есть, когда профессионал какого-то делал, да, когда что-то делается очень хорошо, то на это очень приятно смотреть, наблюдать, интересоваться, там, и так далее. Я желаю вам сил на все, что вы задумали, чтобы у вас, во-первых, удался сезон, я не знаю, что можно желать автогонщику перед началом сезона? Удачи. Удачи. Тогда я души вам желаю, и я надеюсь, что мы еще не раз услышим именно про вашу победу. Спасибо, всем тоже удачи. Спасибо, у нас в гостях в программе на своем поле был российский автогонщик Даниил Маве, болеем за вас в следующем, стартующем уже в апреле сезоне. Спасибо, всего доброго. Всего доброго, до свидания.